Или ставь лайк, или пиши коммент, но в любом случае подписывайся и прожимай колокольчик. Видал какая подводочка? Привет, дружище! Меня зовут Игорь, это канал Сдать ЕГЭ. И сегодня мы с тобой поговорим о таких очень важных вещах, как совокупность, которая заменяет собой союз ИЛИ, и система, которая заменяет собой союз И. И разберемся мы с ними на примере системы совокупностей уравнений и неравенств. Поехали! Итак, смотри, нам надо решить уравнение АВ равно 0. В каком случае произведение двух множителей равняется 0? Тогда, когда или один из них 0, или другой из них 0. Но мы не будем писать это прям вот так словами, как проговариваем, а напишем мы это при помощи совокупности. Квадратная скобка это совокупность. И она заменяет собой союз ИЛИ. То есть все утверждения, написанные внутри совокупности, будут читаться через ИЛИ. ИЛИ А равно 0, ИЛИ Б равно 0. Как конкретно это работает? Допустим, мы решили и то, и другое уравнение. Корнем первого оказалось 2, а корнем второго оказалась пятерка. В таком случае, что у нас получается? Х должен равняться или 2, или 5. То есть в ответ попадают и двойка, и пятерка. Обе они меня устраивают. Двоечка, пятерочка. Что если это была совокупность не уравнений, а совокупность неравенств? Давай посмотрим, как это в таком случае будет выглядеть. Итак, у нас была совокупность неравенств, в одном из которых А сравнивалось с нулем, в другом из которых Б сравнивалось с нулем. Если не знаешь, то вот такая галочка означает какой-то любой знак неравенства. А вот это обратный знак неравенства. Обратный к какому-то изначальному. Ну так вот, мы их решили, и решения у них получились такими. Решение первого неравенства это все от минус бесконечности до минус 3 не включая, и от 3 включая до плюс бесконечности. Решение второго. От минус бесконечности до 2 включая, и от 7 не включая до плюс бесконечности. Итак, запоминай, записывай. В совокупности в ответ попадает все, что было разрешено хотя бы один раз. Как нам понять, что было разрешено хотя бы один раз? Для этого сделаем следующее. Изобразим еще одну числовую прямую, и на нее опустим пунктиры от всех точек, которые были на всех наших прямых. У нас было 2 прямых, на них было всего 4 точки. Вот мы опустили 4 пунктира и разбили на 5 участков нашу новую числовую прямую. И давай посмотрим на каждый из них. Первый участок от минус бесконечности до минус 3 разрешен. И здесь, и здесь, значит в финале тем более разрешен. Точка минус 3 здесь запрещена, но здесь разрешена, значит разрешена. Участок от минус 3 до 2 запрещен здесь, но разрешен здесь, значит он в ответе будет. Двойка запрещена здесь, но разрешена здесь, значит в ответе будет. От 2 до 3 ни здесь, ни здесь этого кусочка нету, значит в финальном ответе его не будет тоже. Тройка есть здесь, и хоть тут ее нету, в ответ она все равно попадает, потому что это совокупность От 3 до 7 запрещено, но разрешено, значит разрешено Семерка запрещена, но разрешена, значит разрешена И участок от 7 до плюс бесконечности, разрешенный здесь и здесь, значит он в итоговом ответе будет Итак, еще раз, в совокупности в ответ попадает все, что было разрешено хотя бы один раз Давай теперь попробуем решить вот такое уравнение А деленное на B равняется 0, то есть дробь равна 0 Опять же, давай сначала проговорим словами, в каком случае дробь равна 0 Для того, чтобы дробь равнялась 0, 0 должен равняться ее числитель, то есть А должно быть 0 Но в то же время эта дробь должна иметь смысл, а чтобы она имела смысл, ее знаменатель не должен быть 0 И эти два требования должны выполниться одновременно А должно равняться 0, и в то же время B не должно равняться 0 Опять же, на словах это слишком длинно, и поэтому у нас есть система Система это фигурная скобка И система заменяет собой союз И, то есть все условия, написанные в системе, перечисляются через И А должно равняться 0, и в то же время B не должно равняться 0 Давай посмотрим, как это работает Допустим, мы решили такую систему, решили каждую из ее строчек И у нас получилось, что А будет равняться 0 при значении X равном, скажем, 3, либо минус 2 И в то же время выяснили, что чтобы B случайно не стала 0, X ни в коем случае нельзя быть 3 Что же в таком случае попадет в ответ? Итак, у нас было два желаемых числа, два желаемых корня Один из которых оказался запрещен вот этим вот B-шным условием А значит, в ответ попадает только минус 2, которую никто не запретил X равен минус 2 И опять же, давай посмотрим, как все это себя поведет Если это будет система не уравнений, а система неравенства Неравенства, в котором каким-то образом А сравнивается с 0 И в котором каким-то образом B сравнивается с 0 Ну и чтобы было нагляднее, давай мы возьмем такие же решения первого и второго неравенства Как у нас с тобой были в предыдущем примере Первая строка у нас решалась от минус бесконечности до минус 3, не включая И от 3 до плюс бесконечности От 3, включая, до плюс бесконечности Вторая строка решалась от минус бесконечности до 2, включая И от 7, не включая, до плюс бесконечности Итак, нам опять же нужно сформулировать какой-то ответ для этой системы И здесь запоминай следующее. В системе в ответ попадает только то, что было разрешено каждой строкой. Опять же, чтобы увидеть, что разрешено каждой строкой, построим новую числовую прямую и опустим на нее пунктиры из каждой точки на каждой прямой. И опять же, пойдем разбираться. Участок от минус бесконечности до минус трех разрешен здесь, разрешен здесь, поэтому он попадает в ответ. Точка минус три разрешена здесь, но здесь запрещена, значит она будет выколота. От минус трех до двух разрешено, но запрещено, значит в ответ не попадает. От двух до трех запрещено здесь, запрещено здесь, не попадает в ответ. От трех до семи разрешено, но запрещено, в ответ не попадает. От 7 до плюс бесконечности. Разрешено обоими условиями, значит попадает в ответ. Ну и, наконец, сама семерка, хоть и была разрешена здесь, но здесь запрещена, значит и здесь она тоже будет запрещена. Итак, запоминаю еще раз, в системе в ответ попадает только то, что было разрешено каждой строкой. Итак, как видишь, система и совокупность работают совершенно по-разному. Мы поработали с двумя совершенно одинаковыми строчками, но в первый раз они у нас с тобой находились в совокупности, и тогда у нас получился ответ от минус бесконечности до 2, включая и от 3, включая до плюс бесконечности. Сейчас, когда мы заключили их в систему, две точно такие же строчки, у нас получился иной ответ. От минус бесконечности до минус 3, не включая, и от 7, не включая. До плюс бесконечности. Вот и все, дружище. Спасибо, что смотрел. Ставь лайк, подписывайся на канал, прожимай колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Здесь же через пару дней выйдет видос с практикой про систему и совокупности, где мы рассмотрим более сложные случаи. Подписывайся на ВК, подписывайся на телегу, там будут домашки. Спасибо, что смотрел. Учись хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok